добрый вечер дорогие друзья соратники и так далее рад вас приветствовать весенний вечер на вебинаре много интересных вещей спасибо слышите меня хорошо отлично спасибо уже плюсики посыпались спасибо спасибо виталий спасибо владимир спасибо друзья людмила значит мы сегодня несколько опять отступим как вы уже прочитали в самом материале значит я сегодня предлагаю а еще значит мы сегодня просто представлю вместе ведем вебинар и мне ассистирует дьяков алексей которого уже несколько времени назад представлял у него рабочий режим такой что он к сожалению не всегда может участвовать наших мероприятиях но когда он участвует он сильно помогает и так что большое ему спасибо от меня пока лично я надеюсь и вы будете им довольны вот потому что он действительно как-то улучшает весь процесс как мы сегодня построим свою работу вы знаете мне бы хотелось бы сегодня начать с новостей ибо это очень важно новость это то что подпитывает огонь нашего мощного реактора skyway вот и поэтому это очень важно к тому же если коротко об новостях о новостях то новости они всегда положительные вопрос только в том как мы своим разумом их воспринимаем и трактуем вот так таким образом какие новости я бы хотел с вами сказать первое те кто видели первый ролик где анатолий эдуардович юницкий субботний день прошедшую субботу прямо с московского значит приехал из москвы и сразу же приехал на площадку эко технопарка настройку эко технопарка он там не говорит всего практически ничего не говорит но можно предположить и я предполагаю что он приехал с важных согласований потому что как он там и говорит начался процесс когда минтранс после экспертного совета и после решения экспертного совета я уже вак вам их показывал комментировал поставил очень четкую и скажем так реальную задачу перед зао струнные технологии это требует подготовки требует проработки и так далее поэтому его поездки по всей вероятности будут намного чаще процесс пошел и это очень важно это самая лучшая новость потому что это постоянно такая адекватно адекватно и адекватно это шамп slot Продолжение следует... ...энергетическая и, будем надеяться, что и ресурсная вода на мельницу развития Скайвей. Очень много идет сейчас процессов по Европе. Могу вам сказать, всколыхнулись поляки, чехи, венгры. Мощные структуры проявили очень такой живой интерес к Скайвей. Это значит, нашим полку прибыло, друзья. Это значит, что стабильность инвестиций в Экотехнопарк растет, и это очень важно. Это значит, что риски так называемые, которые мы брали на себя еще в 2014 году, они все время минимизируются, минимизируются и минимизируются. И как я не устану повторять, остается только определенные риски, условно говоря, риски временного фактора, на месяц раньше что-то или на месяц позже, на полгода раньше или что-то на полгода позже, но не более. Поэтому процесс идет, идет достаточно динамично, насколько я могу как маломальский эксперт оценить, и это радует. И этим я хотел с вами поделиться. Кроме того, я повторюсь, что за устройство технологии и группа компаний Скайвей, и мы с вами, естественно, готовимся к Берлинской всемирной выставке инновационного транспорта InnoTrans 2016 в Берлине, который состоится с 20 по 23 сентября нынешнего года. И это тоже очень серьезное событие, к которому надо готовиться. И как нельзя лучше к этому подготовительным мероприятиям и то, что будет происходить в экотехнопарке 23-24 апреля. Сколько может быть по так называемым, ну, скажем, исходным новостям? Кроме того, много идет интересных процессов, я не буду их повторять. В регионах, в различных регионах, это и Центральная Россия, это и на Дальнем Востоке идут подготовки, люди готовятся, кто как умеет, стараемся помочь. И вот вы видите здесь на экране сейчас ознакомительная справка. О ней было сказано в прошлый раз, к ней проявили люди живой интерес. И я решил на сегодняшнем вебинаре как бы от нее отталкиваться в беседе с вами и в информировании. Потому что она была сделана сначала на эстонском языке, я ее сделал абсолютно как подручный материал, чтобы не идти с какой-то большой такой, ну, как бы папкой каких-то материалов, заморачивать людей. Я знаю, как чиновники к этому относятся, вот, будучи сам когда-то чиновником. И поэтому постарался сделать, вот, как у меня, как чиновника, и я сажусь в это кресло, могло бы не уморить или, скажем, не утомить, вот, а я бы сжато получил информацию. Таким образом родилась эта справка, я ее назвал по-русски справка, по-эстонски или в европейском трактовке это мемо или меморандум. Вот, ну, по-русски это как-то слишком громко будет назвать это меморандум. Это, вообще-то, по содержанию так называемая информативно сжатая справка. Вот, по Skyway. И здесь... Так, сейчас лучше звук. Раз, раз, раз. Здравствуйте, друзья. Так. Да, сейчас лучше. Все, спасибо. Ну, вот, видите, спасибо вам за поддержку. Пойдем дальше. Значит, таким образом, вот, это интернет так хорошо работает. Не, не примену воспользоваться случаем и сказать вам, что от Skyway очень много зависит и качество связи будущего интернета, потому что трассы Skyway, это любая, городская, там, высокоскоростная, транспортная, любая. Это база или так называемая логистическая основа для прокладки световолоконных кабелей, по которым информация может передвигаться со скоростью света. И таким образом, качество и требует в разы, в сотни, в тысячи раз меньше энергии для осуществления этого обмена информацией. Таким образом, мы с вами на правильном пути. Повторить, пожалуйста, да? Ну, давайте повторим. Повторить с какого момента? Ага. Давайте я сейчас немножко повторю. Значит, ознакомительная справка. Справка, коротко. Справка была создана мной для того, чтобы идти и знакомить Министерство экономики и транспорт, и коммуникации Эстонии, и в несколько муниципалитетов рядом с городом Таллином. Вот. И я исходил как чиновник из того, что воспринимается людьми и не утомляет их с первого раза. Не надо им на стол класть какие-то большие материалы, начинать в них копаться. Это все фокус внимания сдвигает. И результат в разы хуже, чем если человеку даешь эту справку, он ее спокойно даешь, время ему, и даешь ему возможность самому прочитать. И потом по этой справке очень быстренько проходишь еще раз. То есть выигрывается очень хороший эффект. Человек визуально сам прошелся и воспринял материал, и вы еще аудиально ему то же самое излагаете, и даете в крайнем случае даже возможность задать вопросы. Следите за реакцией чиновника или человека, с которым беседуете. Это касается и любого другого инвестора, кстати. Здесь изложено, кто такой Юницкий. Он является владельцем интеллектуальной собственности. Это важно, это существенно. Он осуществлял это в течение 40 лет. Смотрите, здесь дальше идет что? Основой технологии что является? Прокладывается на опорах и может быть приподнята над землей на 100, от 2 до 100 метров. Если задают вопрос, можно ли по воде это прокладывать? Да можно. Опоры могут быть, я могу ошибиться, но я не уточнял это досконально у Анатолия Эдуардовича. Но специалисты сказали, я буду уточнять у него персонально, потому что иногда заходит в круг обмена информацией несколько ложной информации. Предполагалось, что до 40 метров, но кто-то мне сказал из специалистов из Минска, что там до 100 метров можно спокойно осуществлять на глубину установку этих опор, чтобы глубина была до 100 метров в водоеме может быть. И это очень существенно. Трасса образуется из модульной системы на анкерных и промежуточных опорах. Факт. Рельсовая структура в основном двух типов. Навесная и подвесная. И не надо там долго спрашивать, а что это такое? Поверху бегает поезд или подвешенный за струнную рельсу висит на ней. Все. Два разницы. При формировании транспортной системы используется монорельсовая и двурельсовая структура. То есть один рельс или на двух рельсах. Как правило, высокоскоростная это двухрельсовая, транспортная двухрельсовая, городская может быть и моно и такая. Но не исключается, что при определенном креплении может быть и скоростная монорельсовая. Но, опять-таки, надо уточнить. Это мое предположение. Теперь дальше. Значит, строение рельсовой структуры состоит из пучка проволок, натягиваемых с расчетной натяжкой между анкерными опорами. Вложенного, этот пучок вложен в соответствующий короб. Это может быть, значит, но, скорее всего, самое простое, если вы смотрели, видео есть, когда показывают, это у-образный или так называемый у-образный короб, в котором сверху вкладывается пучок и заливается соответствующим бетоном. И, таким образом, идет процесс формирования вот этой транспортной структуры. Дальше. Созданы проектные решения, готовится сертификация на площадке экотехнопарка. Все. Что? Какой транспорт? И вот начинаете. Городской. Его основные особенности. Не надо там больше распространяться. Что там такое есть? Грузовой транспорт. Скорость такая-то, расстояние такое-то. Грузоподъемность одного состава до 20 тысяч тонн. Все. Для наглядности я всегда привожу и говорю, что, друзья, что такое 20 тысяч тонн? Это тысячу фур, загруженных и едущих по одной такой трассе. Это значит, что нет на трассах там, не знаю, там, Сибири, Турции, извиняюсь, Европы, Азии, Австралии этих тысяч фур. Они не выбрасывают с топлива, то есть, извиняюсь, отхода от топлива, не используют этого топлива и так далее и тому подобное. То есть, процесс идет очень рационально. Дальше сверхскоростной транспорт. Естественно, видно, что тут есть. Дальше. Значит, туристическо-развлекательный, так называемый, средство передвижения. Это средство передвижения, хотя КБ и называет его транспортом, но у нас в европейском пространстве достаточно трепетно относится транспорт, это транспорт, и это очень сложно. А средство передвижения, ну это и самокат средства передвижения. Поэтому, ладно, давайте будем смотреть немножко проще на это. И поэтому я написал средство передвижения. Хотя это, опять-таки, надо согласовывать с КБ. Сделана разработка средств и так далее. Тут скорость до 60, ну от 60 до 120, правильный так. Я тут не хотел чиновникам пугать и сказал 60 километров. Одно-двух-трех, пятиместные для пассажиров юнибайки. Расстояние до 100 километров при аттракционах до 2 километров. Важно то, что сделано в Минфине, принято определенное решение. И дальше идет то, что в Берлине, в Инно-Трансе участвует вся вот эта наша технология. Это очень существенный момент. В этот момент, когда я вот об этих двух вещах говорю, у чиновники становится, знаете, такую стойку боксер или стойку, значит, здесь что-то есть. Да, это вот как, если кто проходил таможенные проверки, если собака, я однажды видел, когда собака напала на след чего-то там, какого-то лекарства, значит, бедной старушки-пенсионерки. То ли там была какая-то доля, какие-то таблетки, потом выяснилось, она там потом не могла никак очухаться, да. Но собака стала вот четкую стойку. Так и тут чиновники становятся такую стойку и говорят, о, это интересно, да. А, в России это сделано? Ну да, Россия это все-таки Россия. А даже в Берлине это дело? Ну это уже серьезно. А когда к тем, кто знает, говорит, что, слушайте, смотрите, ведь это же вообще, вот я покажу, смотрите, вот она, рядом с Гиперлуп стоит. Транспортейшн технологии, технологии, гиперлуп транспортейшн. Транспортейшн, то есть это маска, это так называемая вакуумная труба, которую тут Анатолий Эдуардович во многих роликах рассказывает, насколько она опасна. Даже она там есть, и рядом с Ковей технологии. Вот, и это состоится 20-23 сентября. И там можно это сейчас все на этой мессе, это называется мессе или всемирная выставка. Она уже 20 лет проводится. То есть это дело очень серьезное, друзья. Таким образом, идем дальше. Теперь краткий перечень решаемых проблем. Это очень важно. Не надо там распространяться. Это очень хорошо вот это все освоить. И я все больше и больше начинаю, мне нравится, что я тут создал. Практически я собрал по крохам все вот то, что написано где-то. Освободились от ресурсоемкого и трудоемкого создания насыпи дорожного полотна. То есть, пардон, плотину убрали с дорог, с матушки земли убрали плотину, гравия, песка, трамбовки, перекрытие всех подземных коммуникаций, если они там есть. Или так называемых водно-ресурсного какого-то баланса и так далее. До глубины там зависимость от того, где это прокладывается, там от 9 до 12 метров. Если это скоростные трассы. Освобождение от дорожной насыпи экономит почвопользование и так далее. Охрану природы и все, что угодно. Трассы движения могут прокладываться на почвах разных структур. При этом спрашивают, что это на водных пространствах, ограниченных на болотистой местности, на вечной мерзлоте, где угодно. В горной местности, если какие-то другие технологии применять, это просто неимоверные затраты идут и требуют многих ресурсных оборудований. Совершенно сложно и так далее. Транспорт полезных ископаемых с малодоступных мест и их добычи. Все ясно. Безопасный и комфортный этот транспорт. Ресурсовосберегающий, экономически эффективный. Показывайте сравнение, когда спрашивают. Но достаточно даже подать эту информацию. Не зависит от погодных условий. Естественно не зависит. Это доказывалось, доказывается и будет доказано. И будет зафиксировано. Потому что такова технология. Легко справится с существующими транспортными структурами и хорошо дополняет их. Вот я вам скажу такую вещь. Очень интересную вещь. Которая, значит, вы знаете, вот просто даже не верилось бы еще полгода назад, если кто мне сказал бы, что такое отношение будет, значит, к этому виду транспорта или к этой технологии. Мы обсуждаем, значит, я уже рассказывал, что в министерстве обсуждали вот эту технологию, возможности. И чиновник один и говорит, начальник отдела развития спрашивает. Вы знаете, может быть я задаю, скажем, такой, ну, некорректный вопрос. Но вот у меня в голове вертится, я его задам. А можно ли проложить из Сталина в Хельсинки через залив? Если кто не знает, это расстояние порядка 70, ну, 65-70 километров, если по прямой, если маленькой петлей такой, как бы зигзагом каким-то, то 80 километров. Это море, залив, Таллинский залив и финский залив, Таллинская бухта, финский залив и Хельсинки. Вот. И можно ли проложить? Я говорю, естественно, можно, тем более, что я до этого у Анатолия Эдуардовича спрашивал. И дальше начинается процесс. После этого у меня уже два раза спрашивали, значит, сравнительные какие-то цифры, заинтересовались этим вопросом. То есть, я опять-таки зафиксировал себе процесс, друзья, пошел. Это значит, что не пойди я, не скажи, как бы вот, ну, не зародилась в так называемом, значит, в виртуальном пространстве эта идея бы еще вот в этом пространстве ее бы не было. А сейчас начали выясняться очень интересные вещи, что, оказывается, банк реконструкции и развития европейский, есть такой банк в Европе, Эбрдэ, у него, оказывается, есть средства на развитие транспорта, если это все правильно сложить, то есть начинает и финансовая база. Хотя министерство сказали, вы знаете, мы до 2020 года не можем вообще разговаривать на тему, значит, вот каких-то инвестиций в аналогичное развитие. Но, в принципе, друзья, если так правильно взять, то и проектирование займет где-то, ну, два-три года, как минимум, такого грандиозного проекта. Но это очень серьезно, это очень серьезно, друзья. Вот, и поэтому, значит, сопряжение, вот, а самое-то главное, откуда я пошел вам рассказывать, что легко сопрягается с существующим транспортом. А выяснилось, и говорят, слушайте, так это же очень хорошо будет дополнять так называемый Рейл Балтик, то есть скоростная трасса, которую Стали, Евросоюз строит из Сталина в Берлин и хотят проложить до Парижа. Вот, и что интересно, что как раз самым большим преткновением и, ну, как бы минусом для этой новой трассы, ну, по старой модели, было то, что, а как же нам перебраться из Сталина в Хельсинки, что вот Скандинавия-то отключена практически от этой трассы. А теперь спокойно начинают, они сразу рубили, что это может быть очень хорошее дополнение и поддержка. И поэтому, вот, даже уже начинают, как бы думать вместе с нами. Таким образом, городской транспорт, Бога ради, это один транспорт, или вернее, скажем так, Скайвей, решение Скайвей в городском транспорте не исключает, а только разгружают и дополняют существующие виды транспорта. Это надо так и подавать. Идем дальше. Конкурентные преимущества. Фактически, вот то, что впереди было, это являлось, в свою очередь, тоже конкурентным преимуществом. Но здесь очень капитальные, так называемые, аргументы. Капитальные затраты, по сравнению с другими, видно здесь какие. Эксплуатационные расходы, естественно, ниже. Загрязнение окружающей среды в разы ниже. Аварийность транспорта, Скайвей, по сравнению с другими, от 100 до 3000 процентов ниже. Уже здесь есть основные конкурентные преимущества, но их еще значительно больше здесь. И дальше. Завершается эта справка тем, что существует ряд различных схем организационно-экономического решения проектов. И дальше, чтобы, значит, тут говорится о том, что тут проводится. У вас есть возможность, я ее выставил здесь, вы можете скачать эту справку, чтобы не гоняться здесь, ни меня не загружать, и вам лишний раз не отвлекаться. Вы можете ее отсюда взять. Я сейчас просто пройдусь немножко дальше тогда и завершу ее. И таким образом завершается, значит, тем, что там осуществляется. И первый шаг, вот я здесь даю первый шаг, это подписывается соглашение о сотрудничестве. Причем, если каждый из вас, кто заинтересован в адресном проекте или примеряет себя к адресному проекту, или это, ну, неважно, он должен представлять себе, что подписывается соглашение или готовится соглашение о сотрудничестве, с одной стороны, с КБ, а с другой стороны, с соответствующей структурой, которая этим делом заинтересована, муниципалитет, там, министерство какое-то или еще кто-то, или частная фирма, почему бы нет, где указывается существо транспортной проблемы, которую предстоит решить. Это к тому, вот, как раз то, о чем мы с вами все время говорим, надо очень четко представлять, что мы будем делать, что нужно сделать и какие предполагаемые цели, да. Обозначаются возможные исходные условия, данные и так далее, и так далее. Второй шаг, то есть заканчивается первый шаг, описывая предполагаемые источники финансирования и организационная схема. Все то, о чем мы говорили. И второй шаг, это создается рабочая группа, формируется схема финансирования, и результаты этих двух шагов являются варианты технико-экономического обоснования, соответствующие бизнес-планы, решения о целесообразности и реализации проекта, и так далее, и так далее. Таким образом, вы тут спрашиваете внизу, извиняюсь, я сейчас быстро посмотрю вопросы ваши, тогда пойдем дальше. Так, я сейчас вернусь обратно к вашим вопросам, переписке, я закончу здесь. Значит, и таким образом, это для вас мощная шпаргалка, друзья. Если есть вопросы, потом задавайте их, пишите, мы с вами разберемся. Можете в чате писать, можете мне прямо на e-mail писать. Экономический эффект от строительства и эксплуатации одного из грузовых комплексов Skyway за 50 составит почти миллионов долларов в сравнении с другими видами транспорта. Так, и что? Да, почему бы и нет? Там сравнительные цифры в общедоступных ресурсах. Справка в общедоступных ресурсах. Ну да, в принципе да. В скайпе есть, кто-то скачал. В скайпе, в скайпе, в скайпе есть. Да, была она, так? Но здесь можно ее взять тоже. Встреча без воды неплохо бы записать. Запишите. Так, Юра, значит, смотрите. Таким образом, таким образом, все здесь есть. И я считаю, что с этой справкой можно работать. Если есть какие-то соображения, рад буду их принять, давайте ее улучшать. Но есть вещи, которые иногда лучше и сильно не улучшать. Иначе они начнут перерастать. Так, и таким образом, друзья, дальше. Но смотрите. Я хотел, что еще обратить на что ваше внимание сегодня. Это все хорошо, о чем мы говорим. Но вот у меня подмывает поговорить о стратегии, которая меняется. Но стратегии не скайвей, а каждого из нас. Смотрите. Как вообще выстраивается наш путь от желания. Видно, да? Желание вот здесь. Через намерения, через цель, планы действия. К тому, чтобы эта цель реализовалась. Очень важно, чтобы в этой цепочке или в этой схеме был бы и фокус. То есть желание надо перестроить, намерение. Чем отличается желание от намерения? Желание это хорошо бы, намерение. Я решил, я начну этим заниматься. То есть внутренне принимается четкая установка. Устанавливается стержень того дерева, которое вы собираетесь выращивать, ветки на нем. То есть вы зарываете его в землю, начинаете идти. И тогда, если намерение есть, вы начинаете формировать цель. Цель более-менее значит. Причем я не буду сейчас вдаваться в подробности как цель. Мы сделаем один семинар, где мы с вами, или вернее вебинар, где я полностью все время уделю тому, как работать с этой цепочкой. Дальше планируйте, неважно, сходить туда. Не просто планируйте сходить. Зачем сходить? Какова цель? Иначе вы придете в дверь. Вроде цель выполнили. Сходить туда. Пришел. А дальше что? С какой целью вы пришли? Всегда задавайте себе вопрос. С чем минимум, с чем вы должны отсюда выйти? Что вы кому-то должны? Или даже правильнее так. Не то, с чем я выйду отсюда, а то, что от меня получат. И что это кому-то даст. Тогда и вам будет воздано по заслугам, понимаете? Если вы это выполните. И дальше план действий сделали, но в фокусе надо всегда держать цель и правильность намерения. И в конечном итоге желание, ради чего вы это делаете. Тут еще дальше мечта и так далее. Но пока об этом не говорим. И таким образом, сегодня я сконцентрируюсь только внимания на том, что очень важно. Каковы стратегии и какая стратегия меняется? Как я уже неоднократно говорил, но сейчас несколько в другом ракурсе об этом говорю, что до сих пор большинство, я осмелюсь сказать, что минимум 80%, но думаю, что 90-95% мировая статистика показывает так, откладывают, накапливают деньги. На пенсию откладывают, на гроб, на похороны, на то, чтобы внука выучить, или детей выучить, или квартиру купить, или дом купить. И очень сильно откладывают. Значит, даже пардон, есть люди, которые приворовывают очень сильно, но это тоже откладывание пардон. Только средство такое, набирание кармы. Но что этим создается? Создается сумма денег. Я написал здесь евро. Создаю сумму денег. Человек, который по этой стратегии, по этой схеме действует, он просто создает сумму. Что дает нам SkyWay и адресные проекты SkyWay? Они призывают нас к новой стратегии. Да вообще, новое время призывает нас к этому. А SkyWay способствует, помогает, поддерживает нас. Рассчитываю и инвестирую. Что значит рассчитываю? Я рассчитываю, сколько я могу из бюджета семьи, моего личного бюджета, бюджета компании, я не знаю, из бюджета какого-то дохода, или вернее из доходной части бюджетной, да, какой-то, могу рассчитывать. Все говорят, начиная от Хавратова и других тренеров и других специалистов, неоднократно говоривших, вы, наверное, на многих, что до 5% можно и не каждый раз, да, от общего объема, скажем, так называемых доходов. В первую очередь надо обеспечить по Маслову основные жизненные функции. Хотя это, так называемая расчеты инвестиции, это очень важно. Теперь, если я начинаю инвестировать, пожалуйста, схема и система есть. И таким образом мы создаем базу пассивного дохода. А что такое пассивный доход? Это сумма сохраняется, но эта сумма начинает работать, начинает интенсивно работать. И у меня после капитализации этой суммы, а Skyway и Eurasian Rail Skyway Systems Holding мощно поддерживают этот подход, начинает, как капитализация происходит, выходит на биржу, неважно там, на внутреннюю электронную, на IPO, международную биржу какую-то, да, начинается капитализация средств. И появляется так называемый пассивный доход. Я сижу, сплю, поехал, что-то делаю. И я знаю, что определенная сумма какая-то больше, меньше, в каких-то определенных пределах начинает ко мне. Ну, как бы, приходить или приходить на мой счет, или в счет меня, да, и которой я могу воспользоваться, распределить ее на год и спокойно это есть так называемый пассивный доход. Но, кроме того, пассивным доходом, суммарным можно назвать еще и то, когда стоимость так называемых в данном случае ценных бумаг, которые мы сможем и можем приобретать и приобретаем, у них, как бы, стоимость эта возрастает. Не надо приводить, но самый такой наглядный хороший пример, мне он очень нравится, когда рассказывают об третьем акционере Apple, вот, когда он за 10% продал за 800 долларов, вернул обратно своим друзьям, да, Джобсу и второму товарищу. И после этого, скажем так, сейчас эти 10% колоссальнейшая сумма. Надеюсь, и мы доживем до такого дня, друзья, но не когда мы продадим свои на старте, а будем смотреть, как идет капитализация. А капитализация зависит в первую очередь от того, как Экотехнопарк строится, ради которого мы радеем, друзья, слушаем, мы инвестируем, мы сейчас сидим, тоже инвестируем. Я инвестирую в вас свою энергию, свои какие-то навыки, какие-то компетенции, вы их воспринимаете, инвестируете в себя, вкладываете в себя время, вместо того, чтобы кто-то там, я не знаю, я прошу прощения, кто-то может быть, кого-то звали пиво попить, кого-то звали в баню, кого-то звали куда-то поиграть во что-то. Он уделил внимание, пришел послушать вебинар. Вы не знаете, как эта информация на вас подействует, на сознание, подсознание. То есть вы решили сменить свою стратегию. Дорогие друзья, прошу вас подумать над этим очень серьезно. Я не случайно вас здесь попытался сейчас всколыхнуть. И я так вот беседую с людьми, пришел к выводу, что такие вещи надо делать, и мы будем шаг за шагом, не вгребаясь в дебри всего мотивационного процесса. Я буду вам подавать некоторые простые вещи, которые пригодятся, потому что я сам много чего прошел, я много чего сам провел, и могу на своем примере в какой-то степени уже рационально вам это дело подавать. Таким образом, пойдем, друзья, дальше. Смотрите, что мы тут имеем. Сейчас я посмотрю. Так, здесь у нас все есть. Идем дальше. Чтобы инвестировать. Разработаны шикарные пакеты. Я просто быстро пройдусь. Есть старт, сеньор, стабильный бизнес. Это вы все знаете. Я просто как бы рекомендую вам не забывать это. Кто желает это продолжение того разговора, что есть база. С одной стороны, у нас мощный материальный поток капитализации в экотехнопарке, а с другой стороны, хорошие пакеты, которые дают возможность нам в рамках этой стратегии держаться. Здесь, пожалуйста, и возможность проинвестировать, иметь свое дерево, что тоже интересно. Есть юбилейный пакет. Есть такие мощные для инвесторов, у которых 50 тысяч долларов, это 5% от ежемесячного дохода, например. Ну, бога ради, в чем речь? О чем речь? Значит, как бы и вы забыты не будете. Есть очень простые, простые абсолютно пакеты, где от 15 долларов, да, можно, значит, с дисконтом таким, можно идти тут до 2234 дисконт, но есть возможности воспользоваться более простыми пакетами. Таким образом, значит, друзья, что там у нас, какие вопросы были, вправка, так, хорошая информация, неплохо, не слышно опять, что ли? Так, дайте знать, слышно меня или нет. Да что ж такое. Слышно? О, слава богу, спасибо. А то кто-то там сказал, не слышно, а я чуть не упал со стула. Слава богу, что вы меня не видите в этом самом. Если есть вопросы, тоже здесь ставьте мне, я тогда на них вам отвечу. Вот. Давайте тогда мы посмотрим сейчас немножко еще, что тут у нас важно. какие у вас вопросы. Ладно, давайте сейчас не буду я на схемы пользоваться. Поговорим о том, что для вас существенно могло бы быть в процессе подготовки адресных проектов. Таким образом, я вам рекомендую пользоваться вот этой справкой, которая есть, да, для начала. Если у вас возникают какие-то вопросы, кстати, вы знаете, будет еще несколько специальных роликов. Сейчас головная компания их готовит. Мы разработали сценарий, которые будут тоже как бы нам с подручным материалом. Это не что-то там длинное и основательно, откуда надо выщипывать основу, да. А красивый видеоряд 7-8 минут. Ну, максимум может быть, сейчас мы, был он длинноват немножко, сейчас его уменьшают. Максимум будет до 10 минут. И это есть так называемое, то есть, приходите к человеку, даете прочитать справку и говорите, вот справка, прочитал, прокомментировали. Это проходит где-то, ну, от силы 4-5 минут. Потом говорите, слушай, вот посмотри вот этот ролик. Если вы раньше его не прислали, лучше при вас он пускай посмотрит, да. Вот, вы сможете еще прокомментировать. Желательно до того, как вы пришли, человеку отсылать это. Он с этим ознакомится. Еще раз пришли, дали прочитать и говорите, он говорит, я прочитал, прочитал. Говорит, ну, давай на вот тебе эту справку, смотри в нее, какие у тебя вопросы, значит. И тогда начинаете с человеком работать. И дальше после этого, как я уже говорил, там в справке есть очень четко сказано, что мы начинаем, смотрите, шаг. То есть, мы начинаем подписывать соглашение, готовить соглашение. Но это не надо сразу делать. Если мы придем сразу, то мы приходим с логикой, что, а что мне надо? А важнее то, а что тебе надо? Давай сначала это выясним. Не бойтесь, что вы останетесь без чего-то там, кто-то вас на козе объедет и так далее. Вы сначала договоритесь. Да, один человек мне сказал, что, Владимир Маркович, вы знаете, дело в том, что я пошел к человеку, к одному большому бизнесмену, который является к тому же еще и функционером. Он мне послушал и сказал, да, ты знаешь, мне не нужно твоих услуг. Я теперь сам посмотрю, я посмотрю, что тут на интернете и так далее. И практически, скажем так, мягко выражаясь, выставил. И он звонит мне, не звонит, пардон, а пишет мне, что делать, Владимир. Я как бы сдал информацию. И что теперь делать? Здесь есть два больших плюса, друзья. Первое. Большой плюс в том, что человек получил информацию, предположим, он сам теперь обратится. Да, конечно, вас в этом пока, может быть, не будет. А может быть, он соприкоснется с проблемами и он вспомнит вас. Это второй плюс. Может не вспомнить, ничего страшного. Вы получили опыт. Любой опыт всегда положительный, друзья. Хотя он может казаться и отрицательным, но это не так. И вы будете знать, как в следующий раз. Значит, это не ваш человек был. Чтобы такого не происходило, надо приходить уже с так называемым трифовым тузом, или, по крайней мере, с вальтом в кармане. Этим вальтом может быть такое утверждение, что вы знаете, я пришел не сам, я представляю рабочую группу. И всегда можете сказать, что членом рабочей группы является Владимир Маслов, с которым я работаю. Это дает вам право тем, кто здесь находится на вебинаре. И сразу же, спокойно, можете на меня ссылаться. Как минимум. Можете сказать, что рабочая группа сибиряков, это Суходоев, Маслов и другие товарищи, с которыми мы работаем. И, естественно, есть контакт. И сразу же сообщайте об этом, что такое произошло. И мы будем отслеживать этот ход. Есть у нас ресурс, через который мы можем управлять этим процессом, чтобы вас не сильно на козе бы объезжали. Понимаете? Хотя это бывает так, как она бывает. И не везде подстелешь соломку. Но, тем не менее, какой-то ресурс для вас есть, друзья. Так, в правом верхнем углу. Не в правом верхнем, у меня она в нижнем углу, в правом. Ну, не важно. В правом верхнем углу. Может быть, да. Дайте на справку ссылку. Нет на нее ссылки, папка в правом верхнем углу. Если кому-то не скачать отсюда, ну, дайте знать в чате. Я вам выставлю. Я, по-моему, в чате даже выставлял ее, если я не ошибаюсь. С чата тоже можно ее снять. Я, по-моему, вставлял в чате целевые проекты. Таким образом, давайте пройдем этот чат. Сейчас я быстро вам покажу. Вот он здесь у нас. Пардон, не благодарю еще. Целевые проекты. Вы можете через этот чат или же через мой скайп выходить, если вы еще не имеете моего скайпа. Вот здесь Вальдемар 13. Просите, что прошу меня подключить к целевым проектам Skyway. Я вас туда подключаю. Если у вас есть вопросы, спокойно можете мне сюда писать. И это к тому разговору, значит, чтобы не голословным быть, выдавая вам какие-то сейчас векселя по поводу рабочей группы, членом которой... Членом, я извиняюсь, значит, вашей рабочей группой я являюсь. Это я не примазываюсь. Я вам просто готов помочь. Понятно, да? Вот. Не можете, Галина, скачать. Ну, ничего страшного получите отсюда, если вам не получается. Значит, там есть какие-то нюансы, почему вы не можете скачать. Так. Можно ли нечистых на руку людей скидывать вам, чтобы их отслеживали? Да, можно, конечно, Бога ради. Я, конечно, не беру на себя роль, значит, какого-то там, я не знаю, там, нечистых на руку. Ну, есть хитрованные. Я неоднократно с ними сталкивался. Ну, будем стараться как-то людей выправлять, чтобы они понимали, что... Вот человек не понимает, понимаете, у меня был такой случай, что... А зачем ты мне нужен? Условно говоря, один москвич такой вот, значит, я говорю, пардон, значит, если я тебе не нужен, Бога ради, давай сам занимайся, предлагай. Вот. И тогда начинается. Потом, пардон, из КБ мне говорят, что за скупердя ты сюда прислал? Он не то, что, значит, работает, он еще даже инвестировать не может. После этого только можно говорить. И поэтому такому человеку, который у вас говорит, что вы знаете, если вы не проинвестировали вообще, с вами вообще разговаривать не будут. Такова установка. Сначала должен проинвестировать хотя бы 25 долларов, если тебе больше денег нет в твоем доходе. Нет, нет, ничего страшного. 25 долларов проинвестируй, вперед, мы будем с тобой разговаривать. Рабочая группа будет... Ну, естественно, будет разговаривать и конструкторское бюро, КБ, струнные технологии. Ну, пороется он там, пошуршит. Можно, конечно, не стесняйтесь, спокойно, Саша, кто вы там есть. Так, есть еще вопросы, друзья. Я не хочу вас забалтывать. Если есть вопросы, задавайте. Я сейчас вам все существенное сказал, что я на сегодня наметил. Могу, если у кого-то есть вопросы, могу еще сказать о процессе, который сейчас идет. Параллельно начали подготовку поиска электронной биржи, которая будет... Ну, или, вернее, скажем, тут не надо изобретать велосипед, будем пользоваться каким-то пакетом уже существующим. И на этой базе начата подготовка создания внутренней электронной биржи. Предупреждаю вас, что в ближайшее время я не пугаю, не призываю вас, вот теперь давайте бегите, с последних сил что-то делайте, просто говорю, что это признак того, что процесс идет. Смена этапа будет, переход на седьмой этап, она вот-вот-вот-вот-вот будет. По всей вероятности, значит, есть у нас время как минимум до мероприятия в Марины Горке и в Минске 23-24 апреля. И по всей вероятности, есть основания полагать, что закрывается шестой этап. Но не бойтесь, вход в корневую компанию, вы знаете, это дело такое, вот я сегодня, меня попросили, я целый час с одним из инвесторов, человек позвонил из Питера, попросил, ты не можешь, вот у инвестора столько вопросов, что, значит, никак его не угомонить. И целый час беседовал с человеком, разложил ему схему, которую я вам показывал, да, кто, что, где, где зарегистрировано, сколько акционерный капитал, что является залогом, что является, какие акции, куда, как. Он слушал, слушал, задавал вопросы, значит, причем задал два, пару, скажем так, интересных вопросов, которые надо учитывать, что большим инвесторам очень существенно, да. Вот, он спросил, меня, например, спросил, интересно, вот вы строите эко-технопарк, а, пардон, чей он? Я говорю, вопрос интересный. Сейчас он принадлежит завод струнной технологии, но у завод струнной технологии есть обязательства перед теми, кто ему дает деньги. То есть, откуда инвестиции поступают? Откуда инвестиции поступают? Инвестиции поступают с GTI и Евразин Rail Skyway Systems Holding, условно говоря, да. И помогает им в этом Skyway Capital. Естественно, будет принято решение, куда переходит или в чью собственность будет переходить потом, и нужно ли ее переводить в чью-то собственность. Но факт то, что это принадлежит группе компаний Skyway. Это значит нам, друзья, неважно, где она это будет, будет ли она потом там в Евразии Rail Skyway Systems Holding, хотя это не является содержанием имущества как бы задачей, скорее всего GTI. А это значит, опять-таки, это и есть процесс капитализации тех акций, которые мы приобрели через инвестиции или стали их собственником и становимся. Поэтому это только вода на нашу мельницу. И я еще раз повторю, чем, скажем, дешевле или с меньшей себестоимостью мы выстроим этот экотехнопарк, но здесь опять-таки нельзя с ребенком вместе, с водой вместе и ребенка выкидывать. То есть абсолютно там, ну скажем так, на ржавом на всем не сделаешь. Это должно быть качественно сделано. Вот, потому что Анатолий Гардович иногда любит говорить, что, вы знаете, мы в режиме, мы этапность выдерживаем, но вы поймите правильно, мы строим и держим себя в потоке инвестиций в зависимости от того, как инвестиции поступают. Поэтому очень много зависит от того, как мы с вами инвестируем, как мы над этим работаем, как мы ищем инвесторов. То есть все зависит опять-таки от того, в какой логике мы с вами работаем. То есть создаем ли мы и работаем ли мы в рамках вот этой стратегии от желания, намерения, цель, план действия и держим ли мы это все время в фокусе. Понимаете, это очень важно. Таким образом, таким образом, таким образом, ага, тут появились вопросы. Так, окей, спасибо. Будем работать. Молодцы, правильно, Саша. К сотрудникам банков рано обращаться с предложением. А что вы отходите, Ирина, что вы от банка хотите получить? Вы мне извините за такой прямой и может быть даже, ну скажем, с издевкой вопрос. Что они вам дадут? Вы имеете ввиду, кредит дадут? Да они застрелятся. Вы же понимаете, что банки, существующие практически все, за исключением нескольких так называемых банков, которые работают по принципу исламского банкинга, они все построены на так называемых краткосрочных инвестициях. Дал много или сколько мог, или сколько у тебя было залога, вернее так сказать, да, залог нужно дать очень мощный, вот, теперь процент, ну скажем так, ладно, там не ноль, один, два, три процента, но как минимум надо дать, да, процент зависит от того, какой ты залог дал, хороший там двух, трехкратный, полукратный, вот, и дальше проекты до пяти лет, которые окупаются до пяти лет и возвращаются в течение пяти лет. Вы же понимаете, что такое построить транспортную систему, она хотя и дешевая, и все, значит, вернее, по сравнению с другими транспортными системами. И теперь взять у банка в долг, и начинать ему, значит, банки примазываться будут, но их тогда совершенно на иных условиях туда принимают, они-то трясутся и хотят свои денежки вложить уже. Я сейчас не буду, иначе я буду долго вам рассказывать. Сегодня был разговор, как раз вот я уже упоминал, и так называемый Европейский банк реконструкции и развития, Берден называется. И в связи с этим к нему сейчас подмазываются Данский банк и другие банки. Они чувствуют, что где-то пахнет мощными инвестициями. Как только начнется сертификация, как начнется этот процесс, тогда будет выстраиваться стратегия взаимоотношений с банками. Вот. С руководителем, так, стоп. Сейчас одну минуточку, я посмотрю, что тут у вас было. Так, не могу скачать. Так, 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 так. Предложение. Спасибо за информацию, очень полезно. Да, нормально. Так, это хорошо. Так, то есть это касается банков. Так, так, как составить соглашение о сотрудничестве с руководителем властью. А, Евгения Юрьевна, значит, составить соглашение. Вы знаете, значит, базовое соглашение есть. Вопрос-то в том, что не в соглашении дело. Когда вы задаете мне вопрос о соглашении, соглашение это, скажем так, это не первая спица в этом колесе, которым мы занимаемся. Для этого надо правильно подать. Я не склонен вас сомневаться в ваших способностях подать информацию, но как только вы осознаете, что возможно это сделать, обращайтесь, поможем сделать соглашение. Есть уже наработанные формы этих соглашений. Причем вы можете двустороннее соглашение сделать. Соглашение сделать и с КБ, с одной стороны, и с другой стороны. Участвовать в этом КБ, вернее в этом процессе, да, если это интересно. Или быть просто так называемым посредником и за это что-то получить, если проект пойдет дальше. И не путаться там уже после в ногах. Варианты есть, обращайтесь. Что о сложных экипажах у меня спрашивают. Да, вот я тут сегодня обязательства взял. Друзья, сейчас одну минуточку, я вам скажу такую вещь одну. Значит, что предлагается, предлагается коллега Назым Сайфулин. Значит, он говорит так, дословно. Адресный проект это сложный социально-психологический эксперимент. Согласны со мной? Согласны. Нашли ли мы команду для старта? Успели ли проверить друг друга перед этим? Без этого лучше не начинать. 80% даже финансово обеспеченных стартапов, то есть начал, да, выгорают изнутри из-за конфликтов. Он абсолютно прав. В самой команде согласен на 95% с ним, а если не на 105. Значит, надо заранее проверить друг друга на договоропригодность, на сотрудничество, на, скажем, на уживчивость и так далее. Могу вам массу примеров из своей личной практики провести, когда казалось бы, до того момента, когда дело не касалось денег, все были нормальные люди, как дело коснулось денег, принятие решений и конфликта определенных интересов, начинается бардак, я извиняюсь. Значит, без этого никак иначе всем, все прахом пойдет, правильно? Назовем прав. И сейчас у акционеров Skyway открылась возможность подсмотреть и освоить для этого опыт. Одним словом, коротко говоря, у кого есть интерес, значит, я вот тут у меня, а, вот есть, сейчас я вам сюда сброшу, так, сброшу вам сюда, я сброшу его последнюю, как бы, сюда вам на, так, сюда, смотрите, значит, вот отсюда можете получить, значит, как бы, информацию, сейчас я вам сброшу его, видно, да? Что там, я вам сбросил. Вот, можно к нему подключаться, у кого есть интерес. Мой комментарий к этому такой, вы знаете, что, ну, назовем он такой, человек, как бы, очень, очень такой жесткий, да, и он не совсем со мной согласен, ну, скажем, я выскажу свое мнение, что у кого есть уже наклевывается команда, или вы присматриваясь к людям, собираетесь делать, запросто можно пройти вот это обучение, получить определенные навыки, и, скажем так, это всегда пригодится, друзья. К сожалению, и я бы с удовольствием подключился к этому курсу, но, вот, просто сейчас времени не хватает, но я надеюсь, что те, кто смогут пройти, будут довольны. Назовем, я выполнил свою задачу. Так, таким образом, друзья, давайте, давайте с вами заканчивать. Есть ли вопросы у кого-то? Давайте сюда сейчас в чат. Не видно, да? Я еще раз поставлю там, где у меня мои координаты, и прошу их зафиксировать, если кто не успел. Я благодарю Алексея, который вынужден был выйти раньше конца. У него работа есть, да? Где могу найти, где Эко-технопарк есть Global Garden. Роберт, Робертас, Global Garden. Я не совсем вас, Робертас. Эко-вей, Green, и Skyway. Так, Робертас. Вы знаете, напишите мне, я не совсем понимаю, напишите, пожалуйста, Робертас, мне вот сюда, на мой имейл, или в мой скайп, пойдите, я с вами тогда пообщаюсь, и конкретно, может быть, более качественно отвечу вам на вопрос. Договорились? Окей? Или на скайп, или на имейл. Как вам удобнее, Робертас? Ясно, да? А, окей, все, спасибо, я понял вашу обратную связь. Так, таким образом, друзья, я вас благодарю, желаю вам удачи, закончить неделю, удачных и счастливых инвестиций, инвестиций во всех смыслах этого слова, в себя и в скайвей. Строй скайвей, спасай мир, планету. Спасибо. Спасибо. Спасибо.